В Большом театре идут репетиции новой постановки оперы Михаила Глинки, Руслан и Людмила. Хочу с радостью сообщить, что премьера этого спектакля пройдет на основной сцене Большого театра. Я вижу, с каким рвением и желанием работают артисты, которые ждут и дождутся выхода на эту историческую сцену. Над спектаклем работают молодой, но уже всемирно известный дирижер Владимир Юровский и один из лучших оперных режиссеров Дмитрий Черняков. Кастинг солистов, естественно, проводили постановщики спектакля. И я хочу сказать, что и в этом спектакле будут участвовать приглашенные солисты и солисты Большого театра. Очень много смен темпа. Очень много. У меня, да? Нет, больше надо. Это абсолютно резиновая музыка, и она должна быть, судя особенно по тому, что Митя рассказывал, практически как бы симпровизирована. Мы пытаемся найти какой-то свой ключ к Руслану, потому что исполнять его так, как его исполняли, скажем, в советское время, больше нельзя. Просто вот одеть его в национальные русские костюмы и сделать такую вот лубочную сказку. Не получится. И кто, во-первых, в это не поверит уже, а во-вторых, никогда не проявится то самое сокровенное, что в этой опере заложено, а именно удивительное, мудрое, доброе и вместе с тем объективная оценка Глинка моральных качеств своих героев и их психологического и человеческого развития, становления. Меч мой желанный, я чувствую в твари всю цену тебе, но кто же ты и чей был этот меч? Мне очень понравилось то, что просит Владимир Яровский. Это внутренняя мудрость, несмотря на то, что Руслан молод, чтобы это была острота ощущений. И чтобы каждая фраза, которая написана, чтобы она была полностью озвучена. Постоянное внимание, то есть полная отдача музыкальному материалу. Хочу раскрыть маленький секрет. Для вас это, наверное, будет сюрпризом, что партию Ратмира в этом спектакле споют мужчины Юрий Миненко и Владимир Магомадов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так как нам действительно попались два очень талантливых исполнителя, мужчины, владеющие и техникой, и просто вот этим уникальным голосом, мужским голосом, альтус. Это даже не контртенор, потому что контртенор – это техника, а мужской альт – это уникальный дар природы. И мы решили, что в контексте нашей задумки Ратмир будет выглядеть более убедительным, если его будет играть мужчина, а не женщина. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Голоса мужские, поющие в этой тесситуре, обладают другим рядом абертонов. И, соответственно, они по-другому смешиваются с инструментами. Для чего и была назначена, например, эта репетиция. Для того, чтобы инструменталист, солист и солист-вокалист услышали друг друга и пристроили манеру пения и манеру игры друг к другу. Я очень люблю это сочинение Гриньки. Я был практически инициатором этой постановки. И я очень хотел, чтобы именно Руслан в Большом, который откроет историческую сцену. Потому что, конечно, это должно быть русская классическая опера. Тут у нас отец-основатель Глинка и Пушкин рядом. Каждый раз, когда звучит фрагмент из Руслана, я всегда чувствую удовольствие просто от того, как это придумано. Вот именно от роскоши выделки этого сочинения. Я думаю, что это, может быть, один из самых корпоративнейших контактов, который был у меня с дирижером. Потому что он присутствует на всех репетициях и пытается, чтобы то, что происходило на сцене и то, что учат в оркестре, работало на одну цель. И мне это очень, очень, очень для меня, это большая радость. Чудные деды, чудные деды мои. Продолжение следует...